Девушки отдыхают Они били всех боссов, если бы я вам сказал, что миньоны ответственны за смерть всех их боссов, поверили бы. Конечно, они не специально действовали, но это истина, они обеспечили истребление боссов. Пока миньоны стали двуногими, они причастны к смерти первого земного босса, тиранозавра. Потом им пришла гениальная идея заставить пещерного человека использовать исторический жучковый щиток против гигантского медведя. Они опрокинули пирамиду Нафонафона и превратили Дракулу в пыль. Они взорвали Наполеона пушечным ядром, заставили снеговика умереть, имея большой ледяной кусок на голове. Да он умер, не забываем о Скарлетт Оверкилл. Скарлетт, вероятно, приговорена к смерти, обвинена в тяжком преступлении, заговоре против короны. Многие не знают, но в Англии смертная казнь существовала до 1989 года, а действие фильма «Миньон Йо» происходит в 1968 году. Так, миньоны и Грю были ответственны за конец Херба и Скарлетт. Вы поняли, о чем я говорю? Честно говоря, быть преследуемым миньонами – своего рода проклятие. Все, кого они служат, плохо кончают. Погрю отделался. Миньоны на самом деле плохие. Неммотря на смешной голос и постепоянные улыбки миньонов, нас не обманешь. Единственной целью этих маленьких желтых созданий является злоба. Только что говорили в ориогенетике миньонов, и мы можем рассмотреть возможность того, что их ДНК предопределена на них следствовать за самым злым существом. В ДНОМ это значит, что миньоны, по крайней мере Коскона, одобряют злодеяния, совершенные их боссом. Они могли даже активно участвовать в отвратительных действиях. Когда строили пирамиды, выдумываются, они переносили камень за камнем. Или это они использовали кнуты, чтобы заставить рабов в Египте, делать основную работу. Все пошло неправильно. Для них это была еще одна обычная задача. Взять, например, Дракулу, которого они превратили в прах. Им все равно, будет ли вампир пить кровь жертв. Не хотят служить самому злому человеку, которого норов дут. Миньоны весьма просты в своей жизненной философии, пусть и злобной. Они отказываются от своего лидера. Когда лидер недостаточно злой, миньоны от него отойдут. Главное подтверждение, в годком Якомнии, два различных момента. Они протестуют против Грю, поняв, что он отказался от суперзлодея. Мы видим их восторг на сценах преступлений Грю. Миньоны хотят злого босса. Второе подтверждение. В конце фильма, миньоны с Грю на преступление. И мы видим, что они взволнованы возможностью служить злобному. Будем надеяться Грю не через то, что миньоны. Мы бросаем лидеров, наши подписчики. Ты не лидер, жми подписаться. Миньоны в Адха Мировой. Многие миньоны во Второй Мировой служили тому, кто не упоминается. Но после анализа миньонов, они, скорее всего, не знали о глобальной бати. Сцена, где миньоны заставляют Наполеона проиграть, происходит в 1815-е, в Атерлоо. После, колония миньонов в холодном месте, Сибирь. Только в 1960-м миньоны уехали в Англию, что означает, они прожили 153 года по их иглу. Пока мир разваливался, миньоны репетировали песенки и играли в фаллибол на льду. Кевин, Боб и Стюарт отправились искать нового вождя, чтобы вернуться на путь злодейства. Уникальная генетика миньонов. ДНК миньонов абсолютно не такая, как у остальных на Земле. Это очевидно. Миньоны стареют, они живут тысячи, возможно, миллионами лет. Еще не появился миньон с седым седлосом. Они могут выжить в кос в косе, без кислорода и растягивать свои тела. Отсюда множество подозрений. Откуда на самом деле миньоны? Теория предупреждает, что маленькие одноклеточные существа в начале фильма могут быть клетками кожи инопланетянина, который прилетел на Землю и в конечном итоге эволюционирует, обретая свою жизнь. Что много объясняет, ведь на Земле нет ни одного существа, похожего на этих маленьких желтых существ. Физиология миньонов. Как отмечаем, миньоны обладают уникальными характеристиками. Со времен гадкого я была заметна, что у миньонов Грю только три пальца на руках, а после выхода фильма «Миньоны» мы заметили то же количество пальцев на цыгах. Кроме того, у них есть интересные детали, как-то что у них от одного до двух глаз. Кстати, заметили ли вы, что каждого миньона никогда не показывали без их очков? Очки, в которых мы все так знаем, они вышли из воды уже в них, сделанных из водорослей. Есть версии беззащитных очков, показывают, как выглядели бы миньоны без ничего на глазах. Вышло не так уж плохо. Что думаешь? Прически. С годами начали выявлять различия, как рост, ширину. Правильно, Отто. Интересная деталь о миньонах, о которой люди не знают. У них шесть типов типолос. Первые пять известны в ранних фильмах. Включают причесанные волосы, короткие, похожие на ростки, колючие и лысые. В гадкий ятрей включена новая стрижка для миньона Мела. У него волосы только столь каков, как будто он лысеет. Я люблю всех миньонов, но раз уж о них поговорили, комментируйте хэштег Мел в честь единственного миньона с отличной стрижкой. Создали бананы. Подождите, подождите. Мы не говорим, что миньоны создали плод. Они придумали имя. Два миньона заметили любимый фрукт до появления людей. Активно назвали его бананом. Впервые актив фрукт. Другое существо говорить не могло. Миньоны создали первый язык в истории. Миньоны перестали развиваться после того, как стали земными. Созданием хэнера произошло миллионы лет назад. И они выглядели как при выходе из воды. Но миньоны осуществили один из величайших культурных подвигов в истории. Первый известный язык, сотворенный во вселенной Гадкова Йова. Язык миньонов, миньонский, использовали с момента их появления, как при встрече с теченозавром. Они назвали свою любимую имуков, как упомянули ранее после этого. Имминейшн специально разработали для наших веселых желтых жителей. Кажется непонятным для не знающих языки. В основном он из реальных аборигенов. Миньонский включает слова на испанском, русском, корейском, французском, английском, немецком, индийском, филиппинском, итальянском. Очень понятно, почему вы понимаете отрывки их речи, не все. Даже Грю, шеф миньонов больше пяти лет, не до конца каждый понимает. Миньон детали. Кончено интересные детали, возможно еще не отметим. Обычно более высокие миньоны, как Кевин, имеют отросшие волосы. Одноглазые миньоны, невысокие, как Скюарт. У миньонов есть частые слова, например, Фида, что означает, что и обвиняюсь. А часто говорят Белла, что в переводе с миньоновского. Привет. И, конечно, банан. Я думаю, все знают, что эш. Я думаю, все знают.